всем бодрейшего с вами flicker и как вы уже поняли по вступительным кадрам сегодня мы поговорим о портативном мониторе arzopa g1 который имеет соотношение сторон 16 к 9 диагональ 15 6 десятых дюйма разрешение full hd и что очень важно для плавной игры это 144 герца частоту обновления практически весь самый жир я рассказал но давайте обо всем по порядку поставляется данный агрегат вот в такой вот белой прямоугольной коробки внутри нас встречает сам монитор который имеет тонкий металлический корпус далее кабель hdmi на mini hdmi кабель usb type-c на usb type-c металлическую подставку и руководство пользователя подключать данный монитор вы можете как консоли или пк а также к андроиду пройдемся по внешнему виду как я говорил ранее дисплей у нас идет в металлическом корпусе собран недурно с одного торца у нас имеется два разъема usb type-c и порт mini hdmi для подключения к пк консолям или андроиду на другой грани девайса у нас располагается кнопка включения специальный рычажок для перемещения по пункту меню а также если мы нажмем на него то он выполняет функцию подтверждения матрица тут IPS контрастность 1000 к одному также имеется стопроцентный охват srgb картинка выглядит сочно и насыщенно под всеми углами обзора также имеется поддержка hdr а еще чему я удивился это то что в этот тонкий корпус вместили динамик да он не сильно громкие басисты но круто то что он здесь имеется сразу вот вам тест звука отличный день для фотки девочки принимаю сапки сколько продержится шоу-мен сейчас я вас удивлю для отдыха открытый это 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 забыть про колледж переходим к подключению если у вас имеется ноутбук с тайп си разъемом то вы можете питать этот монитор непосредственно от ноута если же вы подключаете этот монитор к пк или консоли то вам понадобится отдельное зарядное устройство хотя бы на 5 ампер чтобы питать данный девайс что же касаемо android я подключал свой poco f2 pro к этому монитору но к сожалению изображение он не транслировал возможно есть такой момент что в вашем андроиде должен стоять специальный модуль для трансляции изображения со смартфона на внешний дисплей вайфай и bluetooth модули у этого дисплея нет поэтому передать как-то изображение с андроида у меня не получилось перейдем к моим личным ощущениям когда я подрубил данный моник своей плойки немного офигел от того что в этом мониторе еще имеется динамик а также кстати есть и разъем миниджек для подключения наушников или какой-то акустики а вот когда я уже подключил непосредственно к пк загрузил думчанский выставил максимально возможные настройки графики получил 120 fps и его тут был кайф настолько все было плавно что я аж не хотел переключаться на свой 4к монитор и даже картинка не стыдно и было несмотря на то что это full hd кстати сложилось такое впечатление что это монитор от ноутбука который просто отфигачили от этого ноута и продают отдельно что ж на этом у меня все у кого заинтересовал данный монитор все ссылки вы найдете под видео в описании стоимость этого портативного дисплея на момент записи видео составляет 11 тысяч 990 но опять же из-за курса доллара ценник может варьироваться поэтому переходите по ссылкам в описании чтобы увидеть актуальный ну а на этом у меня все кому зашел данный ролик обязательно влупить ему большой палец вверх а с вами был фликер мобильный геймер всем пока